Здравствуйте! Вы смотрите Докоскопия ТВ. Я Сэм Мередит. Сегодня гость нашей студии в Женеве Джон Сэндвик из компании Safa Investment Services. Мы поговорим об исламских финансах. Джон, добро пожаловать. Здравствуйте, Сэм. Итак, недавно был опубликован отчет компании Ernst & Young о благосостоянии стран Персидского залива. Согласно данным отчета, благосостояние в Саудовской Аравии и странах Персидского залива постепенно улучшается. Расскажите подробнее об этом отчете. Зачастую все думают, что арабы, которые живут в странах Персидского залива, это богатые люди. И по большей части это правда. В Дубае, Абудабе, Катаре, Кувейте и так далее накапливаются огромные состояния уже на протяжении более чем 40 лет. Но стоит отметить, что в последнее время благосостояние начало распределяться более равномерно среди всего населения. Недавно Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива присоединились к небольшой группе стран, в которых проживает самый большой процент людей с активами, которые оцениваются в свыше 1 миллиона долларов. Общая сумма фондов, которые размещены в финансовых активах сейчас, составляет более 3 триллионов долларов. Можно ли использовать деньги из Саудовской Аравии и других стран Персидского залива в качестве инвестиций? Конечно, причем немало. Интересный момент в том, что в том отчете также содержится информация о том, кто управляет этими средствами. Раньше мы могли только догадываться об этом, но теперь мы знаем наверняка, что 70% всех активов жителей Персидского залива управляют офшорные банки, а местные банки управляют лишь 30% всех активов. Что это означает? Еще 20 лет назад 0% от всех активов контролировались местными компаниями. Сейчас эта цифра выросла до 30%. То есть местные управляющие активами завоевывают все большую долю рынка с каждым годом, отнимая ее у международных управляющих активами. Предлагают ли они управление активами под нормам ислама? Пока что никто не предлагает подобные услуги. Это своего рода святой грааль для многих людей. Мы сейчас говорим с вами о регионе, где на 100% преобладает мусульманская вера. За всю мою карьеру я открыл сотни счетов для клиентов из Саудовской Аравии, и все они были мусульманами. Когда я вижу этих людей дома, в офисе, в социальной среде или в среде бизнеса, я могу гарантировать, что они относятся к правилам ислама. Очень серьезно. Можно сказать, что произошло кардинальное смещение целой нации в сторону более фундаментального подхода к духовности. Я сейчас говорю о более строгом соблюдении правил шариата. И удивительно, что из сотен миллиардов долларов, которые располагаются здесь, в Женеве, и которые пришли из Саудовской Аравии и стран Персидского залива, ни один цент из этих средств не инвестирован по правилам шариата. Расскажите подробнее о вашей докторской диссертации. Я буду защищать свою докторскую диссертацию в Гренобльском университете. Она называется менеджмент. Вскоре я завершу первый этап своих исследований. Эти исследования предполагают анализ сферы инвестируемых ценных бумаг. На протяжении 80 лет сфера управления активами развивалась для того, чтобы превратиться в высокопрофессиональную и регулируемую отрасль. Теория современного портфеля развивалась одновременно с формированием этой отрасли. С течением времени теория современного портфеля стала очень эффективным инструментом для размещения активов и управления активами. Но в основе всего лежат данные о вселенной инвестиции, данные о том, куда вы можете вложить свои средства. И впервые в истории мы провели исследование на тему того, в какие ценные бумаги может вложить свои деньги мусульманин, так чтобы не нарушать законы шариата. В ходе исследования мне удалось получить невероятные результаты. На рынке исламских паевых инвестиционных фондов на данный момент вращается около 53 миллиардов долларов. Если убрать те продукты, которые не подходят по ряду причин, то 99% активов, которые останутся, характеризуются дневной ликвидностью. 80% из них могут похвастаться пятилетней историей. То есть мы видим, что существует очень обширный и богатый набор инвестиций, которые вы можете предложить своим клиентам. Это могут быть инвестиции на валютном рынке, на рынке ценных бумаг с фиксированным доходом, на рынке акций или альтернативных инвестиций. Причем такие инвестиции будут соответствовать всем профессиональным и законодательным требованиям. Если говорить о Женеве и о Швейцарии в целом, какое влияние исламские финансы оказали на инвесторов здесь? Еще пройдет очень много времени, прежде чем исламские финансы окажут какое-либо влияние на финансовый сектор Швейцарии за пределами частного банкинга. Я считаю, что такие регионы, как Кантон Женева, уже должны начать выпуск СУКУК. Этот Кантон производит евробонды уже на протяжении 20 лет. И нет никаких причин, которые могли бы помешать Кантону Женева или любому другому Кантону Швейцарии, который выпускает евробонды, выпускать и облигации СУКУК. Так как сейчас уже есть целый рынок покупателей, которые готовы приобретать СУКУК? Еще год назад правительство Британии начало выпуск СУКУК. При этом спрос на такие ценные бумаги в 12 раз превышал предложение. На каком еще рынке мы видим подобные показатели спроса? Возможно, мы видели что-то подобное последний раз во время первичного публичного размещения акции компании Uber. Но ничего подобного мы никогда не видели на рынке облигаций. Я считаю, что руководителям крупных кантонов Женевы необходимо обратить внимание на рынок СУКУК. Это очень эффективный источник альтернативного финансирования, собственно, как и евробонды. Но все же это другой источник, который дает возможность диверсифицировать способы получения дополнительного финансирования. А диверсификация – это один из главных моментов для муниципальных властей. Джон, спасибо, что пришли к нам сегодня. И вам спасибо. На этом наше время подошло к концу. Оставайтесь на Дукаскопе ТВ. Мы подготовили для вас еще множество интересных программ и эксклюзивных интервью. Всего доброго.